Сделать из Самары город-курорт. Амбициозные предложения выдвигают туроператоры. Жемчужина на Волге, обрамленная золотыми пляжами, может стать Волжской ривьерой для туристов из других регионов. Самара – это единственный город на Волге, которому Бог дал набережную, такие пляжи в центре города и с достаточно приличной инфраструктурой. Потому что ни Волгоград, ни Ульянов, ни Казань, они не имеют пляжей, по сути дела. За последние два года россияне стали меньше ездить за рубеж и теперь задумываются, как интересно провести отпуск на родине. И в этих условиях у Самары есть шансы стать одним из центров туризма. У города для этого есть все – и архитектурные памятники, и богатая история. Сюда это все фотографируется, выкладывается в интернет, все эти инстаграмы, ВКонтакте – это замечательно. Чем больше этих фотографий будет ходить, чем больше все это будет показываться в интернете, тем больше будет возрастать туристская привлекательность нашего региона. И тем больше к нам приедут гостей. Сто туристов в год обеспечивают одно рабочее место в городе. А один турист за сутки в общей сложности, учитывая и налоги, приносит региону около четырех тысяч рублей. И возможность заработать у Самары есть. Но не хватает грамотного пиара среди целевой аудитории. Имеет смысл продвигать отдых на Волге, может быть, какие-то активные виды досуга. Если мы говорим о международном продвижении, то надо продвигать что-то абсолютно уникальное. То, чего нигде нет. И у Самары уникальное есть. Европейцев и туристов из Азии тянет космическая сила. Тема – освоение космоса, научных разработок и ракетостроение. Самарский бренд, который будет востребован на международном туристическом рынке. Ведь эти маршруты еще и необходимы городу знать историю хорошо своего города, понимать, из чего складывалась наша сегодняшний день слава региона космического региона с промышленным потенциалом, образовательного и научно-технического центра. Еще один плюс в туристическую копилку Самары – предстоящий чемпионат мира по футболу. Помимо масштабных проектов благоустройства и реставрации исторических зданий, федеральный центр готов поддержать города-организаторы, в том числе и по созданию туристических маршрутов. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова